Итак, дорогие друзья, я рада вас приветствовать. С вами сегодня Виктория Брэдис. Я мастер пряничной росписи с более чем 11-летним стажем и в настоящее время являюсь экспертом в продвижении и личном бренде кондитера. Учу кондитеров продавать онлайн. Сегодня мы с вами поговорим о такую интересную тему. Я думаю, что в приоритете моих зрителей, моих учеников все-таки больше новичков. И эта тема будет для них максимально актуальна. Тема сегодняшнего эфира «В чем сила новичка?» Наверное, услышав такое название, название такого эфира, вы подумали, ну я новичок, я такой маленький, такой маленький специалист, у меня нет опыта, у меня нет миллионных заказов, нет огромного количества подписчиков в соцсетях. «В чем же моя сила? Вообще, Вика, о чем ты? Как я могу конкурировать с кем-то сейчас в моем состоянии на рынке?» Увы или не увы, рано или поздно, порой не осознавая, как это все происходит, вы все равно вырастите. Вы начнете делать больше, вы начнете делать быстрее, вы начнете выставлять более четкие границы с покупателем. А сейчас? Что делать сейчас? То есть то, что мы сейчас говорим, это потом, потом я стану большим. А сейчас, пока я маленький, что мне делать? У абсолютного большинства новичков или, скажем так, мастеров, которые пока не делают супер большой объем. Почему я это говорю? Потому что грань между словом «новичок» и «не новичок», она очень тонкая, очень символичная. Ну то есть, вот я начала делать пряники, вот делаю два пряника в день, я новичок. Если я через год буду делать два пряника в день, я новичок, вот где эта грань? Она у нас обозначается в количестве созданных пряников или тортиков, или в количестве человека-часов, которые я провела на кухне. То есть, если я через год буду делать два пряника, условно, в день, ну, у меня опыт год, я новичок или нет? Вот из-за того, что эта грань очень символична, давайте мы новичков немножко перефразируем. Кто делает на небольшой объём? Они себя часто считают пока не профи, да? Они считают себя достаточно сильными, они там вечно сравнивают себя и свой бизнес с бизнес-гигантами, не видя в своём положении, в своём продукте силу. Ещё раз обозначаю. Мастера, которые делают на небольшой объём, редко продают, не берут там многотысячные, многомиллионные заказы, пока себя считают ещё неопытным мастером, маленьким мастером. Вот, наверное, эта грань должна быть у вас в голове. Вот если вы себя считаете пока что маленьким мастером, начинающим мастером, вот этот эфир будет для вас. Эта тема будет вам полностью понятна только тогда, когда вы научитесь правильно анализировать конкурентов и выявлять свои сильные стороны в противовес сильным сторонам конкурента, не боясь этого делать. Давайте проведём такой анализ. Такую, у нас будет сегодня классная работа, а потом она у вас останется как домашнее задание. У каждого из нас есть конкуренты. У любого продукта есть конкуренты. Они могут быть прямыми, могут быть косвенными. Нету такого продукта, у которого нет конкурентов. Есть те конкуренты, с которыми мы можем, скажем так, состязаться. Кто с нами находится плюс-минус на одном уровне. А есть те, с кем соперничество просто бессмысленно. Бессмысленно, если вы состязаетесь в сильных сторонах конкурента, а не в своих. Ещё раз скажу эту фразу. Соперничество бессмысленно с теми конкурентами, когда вы состязаетесь в сильных сторонах вашего конкурента. Допустим, вы и компания какая-нибудь Фили Бейкер, или там компания от Палыча, компания Мирель. Это все компании крупные, которые делают торты и какие-то сладости. Их можно найти в торговых сетях. Это ваши конкуренты? Ну, по факту, если вы делаете торты, то, скорее всего, да. Это ваши конкуренты. А вы можете с ними состязаться, например, в доходе? Или в объёме приготовленной продукции в день? Ну, было бы забавно на это посмотреть, да, потому что, ну, по факту, это компании-гиганты, с которыми состязаться в их сильных сторонах. А это их сильная сторона. Большой объём, большая выручка. Ну, это бессмысленно. С вашей стороны это было бы бессмысленно. А что вам делать? Помните, я сказала, что нельзя состязаться в сильных сторонах конкурента, потому что это заведомо, ну, проигрышная история. Вы заведомо проиграете. Ещё, если этот конкурент супергигант, супер какая-нибудь корпорация, ваша задача делится на две части. Первая часть – это как раз будет и классная работа, и домашняя работа. Проанализировать своих конкурентов, выписать их сильные стороны и вообще выписать вообще в целом ваших конкурентов. Как правильно работать с конкурентами. Я сейчас раскрывать эту историю не буду, но я скажу, что конкуренты – это не все те, кто сидят в социальных сетях и продают аналогичный продукт вашему. Это вообще 99,9% не ваши конкуренты. То есть, конкурентов своих ещё нужно знать и понимать. И второе задание – проанализировать свои сильные стороны, но не в сравнении, что, допустим, компания делает тысячу пряников, а вы нет. Вот сравниваем. Вот компания А делает тысячу пряников в день, а я нет. Вот охренительный анализ. Анализировать со стороны выгод клиента. А клиенту с этого что? Давайте опять же берём компанию А, назовём её, да, компания А. Анализируем, понимаем, что их объём производства в день – вот тысяча штук, это круто. Тысяча штук пряников в день – круто. А для клиента что? Вот что это для клиента? Это возможно сделать персональный заказ в одну штуку, допустим, по запросу клиента? Нет. А компания может сделать условно 3D-пряники, если производство в принципе нацелено на плоские пряники? Нет. Производство может расписать прянички вручную? Ну, если да, скажем так, и многие знают, что качество при этом очень сильно хромает. Теперь вы, как маленький мастер, пока вот ещё зарождающийся, можете выделить свои сильные стороны, сильные стороны своего бизнеса по сравнению с компаниями-гигантами. Сейчас я вам накидаю несколько вариантов, а дальше вы будете делать домашнее задание самостоятельно. Вы можете делать то, что не могут делать крутые, большие компании. Если вам не хватает фантазии, я расскажу, какие моменты можно анализировать, а потом, что с этим делать. А вообще, в принципе, что с этим делать? Варианты ответа. Правильно. Транслировать. В ваших социальных сетях или каких-то других точках контакта с клиентом, чтобы привлечь аудиторию, которой будут интересны и важны сильные стороны и характеристики именно вашего продукта. Итак, что можете делать вы, но не может делать конкурент? Допустим, приготовление в течение суток какого-то торта или пряника или любого десерта по запросу. Выполнение срочного заказа. Кстати, есть продукты, которые вообще, в принципе, в фабричном производстве еще не делают, но делают частные мастера. Но те же самые зефирные цветы вручную созданы. Их не делают штампованно. То есть, это изначально прерогатива только частных мастеров. Выполнение срочного заказа. Вот пришел к вам мастер и пришел мастер в какую-нибудь, не знаю, фабрику и говорит, сделайте мне одну штучку, вот такую по моему запросу. Что он там получит? Какой ответ? Она ему скажет, ребят, вообще неинтересно, до свидания. А вы что скажете? Да, окей, да, я могу. Выполнение заказа от одной штуки. Частный мастер может это сделать? Начинающий мастер может это сделать? Может. Компания это сделает? Нет. Ей просто неинтересно. Возможность изготовить по особому запросу клиента, ну, знаете, как в фильме, у меня то же самое, только без крыльев. Да, или повторить дизайн по картинке того продукта или там, ну, того изображения, которое принес клиент. Вы, да? Компания гигант? Нет. Ну, потому что ей это, ну, вообще не входит в рамки ее обязанностей. Вы продаете без посредников. Если компания не продает напрямую зачастую, она сдает товар в магазин и в цену продукта уже вложена комиссия магазина, то вы продаете напрямую и вы можете об этом говорить. Дело в том, что, вот сейчас я еще расскажу, какие отличия могут быть у вас от компании гиганта. Это самое страшное, что вы это не транслируете как вашу особенность, как особенность вашего бизнеса, как особенность вашего продукта. Вы зачастую, ну, как-то прячетесь и пытаетесь, ну, скажем так, сфокусировать внимание клиента совсем на другом, на таком уже банальном. Да, там, натуральные продукты. Ну, в компаниях тоже делают из натуральных продуктов. Или какие-то еще моменты, ну, которые не сильно важны клиенту. Или которые ему уже, ну, слух замылили. Да, получается, как вот такая рекламная слепота. Люди уже эти фразы однотипные не воспринимают серьезно. Делаю вкусно. Ну, в магазине для кого-то магазинный продукт тоже вкусный. Делаю красиво. Это вообще абстрактная величина. Да, то есть для кого-то красиво, для кого-то некрасиво. Ну, когда вы начинаете говорить преимущество заказа у вас, человек начинает понимать, а в чем же отличие, что выгодно купить у вас, а не пойти и заказать куда-нибудь на фабрике. Ваш клиент знает непосредственно того, кто делает пряники, торты, зефир и может выразить благодарность или написать отзыв или какое-то предложение напрямую тому, кто создавал этот продукт. Как это происходит, если мы хотим, допустим, оставить жалобу или что-то, какой-то решить спорный вопрос с компанией с большой. Мы оставляем жалобу магазину. Магазин, возможно, или мы куда-нибудь в отзовика пишем. Там не реагируют никак, не возмещают никаких там убытков, потерь и так далее. Ну, то есть, ты не знаешь, кому ты предъявляешь претензию, потому что там сидит отдел, который принимает эти претензии. Ну, ты не знаешь того мастера, который непосредственно делал твой продукт. Индивидуальное оформление упаковки, плюс, допустим, вы можете добавить открытку или создать сладости для гендер-пати, непосредственно договорившись с заказчиком о каком-то там сюрпризе внутри. То есть, компания-гигант, она не будет на это заморачиваться, ей это не нужно. Можно создать сладость удаленно, допустим, для маленьких мастеров, начинающих. Это отличная идея, но это надо транслировать вашей потенциальной аудитории, потенциальным клиентам. То есть, ну, допустим, мама получает десерт, какой-то десерт-рюприз от дочери, которая живет в другой стране или в другом городе. Это просто дочка позвонила мастеру, договорилась с ней, мастер все сделала, прислала фотографию дочери, та сказала, окей, все великолепно. Мастер оформила доставку, отправила, проконтролировала. То есть, чувствуете, какая ответственность лежит на плечах вот этого мастера, потому что это не просто фабрика, где 20 человек делают, и непонятно в конце, вот в этом огромном количестве заказов, а накосячил-то кто или, наоборот, похвалить-то кого. И как бы хвалят. Наш отдел росписи пряников, я вам выражаю благодарность. А по факту может только один человек постараться. Вы гарантируете доставку точно в срок к нужному адресу без использования каких-нибудь посредников типа СДЭКа, деловых линий. Часто как бывает. Я даже покупала недавно очень, скажем так, не еду. В хорошем магазине хороший предмет, дорогой, технику. И нет, чтобы из магазина мне привезли сразу. Магазин или компания отправила в транспортную компанию. На это ушло два дня. А потом транспортная компания через два дня прислала вот этот товар мне. Вот эти вот руки, 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 руки. Вот это не лучшая история. Вы, как частный мастер, держите руку на пульсе и всегда можете понимать, а где находится товар и делаете это максимально быстро. Потому что что? Потому что вы сами пакуете, вы сами контролируете доставку, возможно, страхуете все это дело самостоятельно. Оплата может идти удобным способом для клиента. Если вы покупаете в компании, то это чеки, это определенный алгоритм принятия денег. Но когда вы работаете с частными мастерами, вы можете оплатить любым удобным вам способом. Даже вот без фиксальных чеков и так далее. Некоторым людям это вообще не важно. Принес наличку, окей. Сделал перевод, окей. Сделал перевод через U-Money, хорошо. Сделал перевод через там какие-то еще другие системы, прекрасно. То есть вот здесь очень гибкая система. Мы рассматривали ситуацию, когда кто-то может заказать из другой страны. И сейчас есть возможности даже перевести оплату частному мастеру-клиенту с другой страны. То есть если у вас большая компания, то такой вариант может быть вообще нереален, невозможен. Вы можете давать скидку, допустим, при самовывозе. 10% скидка при самовывозе, потому что вам так удобно. Вы можете делать доставку по своему району, допустим, бесплатно. То есть люди, которые вас окружают, живут в соседних домах, которые понимают, что у них есть мастер, который делает тот или иной продукт. Еще он и гарантирует бесплатную доставку по своему району своим клиентам. То есть это такая забота о клиенте. Вы можете использовать или не использовать, заменить на какие-нибудь ингредиенты в продукте что-то. Побольше сахара, поменьше сахара. Белую муку заменяем на ржаную муку. Я не знаю, отсутствие сахара вообще заменяем сахарозаменителем. То есть вы можете изменить состав продукта под запрос клиента, но этого не может сделать компания-гигант. Ну потому что она не пойдет на это. Вот сейчас, даже вот я тогда накидала несколько вариантов, вы видите, как много того, что можете делать вы, но не может делать большая компания. Поэтому сравнивать себя с такими уже опытными мастерами, даже если вы скажете, ну ладно, это компания, а вот есть мастера, которые делают там тысячный объем. Да даже мастера частные, которые, допустим, оформились как ИП, но они продолжают работать, скажем так, на вашем рынке, на вашем уровне. Да не будет она брать или он, не будет брать заказ на одну штучку, неинтересно ей уже. Да, работают мастера уже продвинутые зачастую с корпоративными клиентами, где есть поток на индивидуальные заказы, на индивидуальных, скажем так, клиентов внимания уже обращают меньше. Неинтересно, еще раз скажу, работать с индивидуальными клиентами на маленьких объемах. Они никогда не будут заморачиваться с изменением дизайна или вкуса для одного клиента. Это что компания гигант, что какой-то уже очень опытный мастер. Если этот запрос не выгоден компании, то есть если этот не заказ, допустим, на 100 тысяч рублей, ну тогда они подумают. А если этот заказ на 500 рублей, неинтересно. И таких отличий на самом деле десятки. Уметь не просто их описать, чтобы клиент действительно понял, что у вас выгодно, а выявить все характеристики продукта и услуги, которые предлагает ваш конкурент. А также всесторонне видеть преимущества вашего собственного продукта, я помогаю на бесплатном практикуме для кондитеров и на своем обучении, благодаря которому даже мастера, которые всегда пекли и дарили, начинают зарабатывать на своих сладостях. Я на этом с вами заканчиваю. Я надеюсь, мой маленький эфир был вам полезен. Выявляйте свои сильные стороны, транслируйте их правильно вашей аудитории и становитесь востребованным, успешным мастером.